от пользователей из различных соцсетей я иногда получаю сообщения с вопросами о фильме некоторые из них дублируются поэтому я собрала все повторяющиеся вопросы чтобы ответить на них в этом коротком видео сразу делу почему название фильма voice for the voice was на английском языке расшифруйте пожалуйста смысл названия здесь нет никакого подсмысла и не ищите его voice for the voice was переводится как глаз за безгласных эта фраза из библии я и моя команда задумались над тем на каком языке это лучше написать и пришли к выводу что английский самый распространенный язык кроме того в слове войс мы вытянули букву ай и получилось а его из форзе войсилась я глаз за безгласных кто я ну можете трактовать как вам больше нравится это может быть автор фильма и героиня фильма и даже зритель примеряющий на себя историю которую он видит на экране если же вам в своих репостах удобнее писать название на русском языке без проблем я не буду против ну прошу вас указывать скобочках оригинальное название на английском забыла смысл названия люди которые показаны и у меня фильме имеют физическую возможность говорить то есть они не немые от рождения но они не могут сказать и не могут постоять за себя потому что боятся осуждения поэтому глаз за безгласных почему так мало публикации новостей фильме потому что на мой взгляд не совсем корректно говорить о фильме которого еще нет поэтому таких видео будет немного уж простите совсем другое дело эта информация косвенно касающийся нашего фильма мы сняли достаточно много интересного и познавательного материала и фрагменты которые не войдут в наш фильм мы обязательно предоставим вашему вниманию в ближайшее время есть ли успехи в поиске финансирования и что будет если вы его не найдете но я не склонна выбирать путь наименьшего сопротивления я не делаю шаг назад и буду искать финансирование до тех пор пока его не найду так что фильм в любом случае будет создан ждите приглашение на премьеру если серьезно говорить то конечно каждый из вас может помочь нам закончить создание фильма без пролонгации чтобы назначить премьеру на 1 декабря это всемирный день борьбы со спидом ссылку на поддержку фильма я оставлю под видео нам нужно как можно быстрее закрыть этот финансовый вопрос чтобы полностью сфокусироваться на творчестве там очень много работы почему вы решили создать фильм именно на эту тему но тут я уже не буду повторяться потому что уже писала пост об этом посмотрите пожалуйста в описании под видео почему была выбрана именно успешная героиня для борьбы с дискриминацией неужели лица заразившиеся инъекционным путем не достойны быть главной роли вашего фильма этот вопрос задавали мне довольно часто в данном случае воздает настя карелина настя успех конечно понятие растяжимое но я прекрасно понимаю о чем вы хотите меня спросить перефразируя вы хотите знать считаю ли я что пациенты из уязвимых групп населения это недостойные плохие люди а из благополучных слов население хорошее но нет конечно так вопрос в моем фильме не стоит на мой взгляд разделение людей по каким-либо признакам это уже и есть дискриминация более того девушка которая вдохновила меня на этот фильм полная противоположность моей героини то есть человек оступившийся многократно совершивший массу ошибок ну слава богу нашедший потом себе силы пересмотреть неверные действия и в конце концов выйти из сложных жизненных ситуаций но возвращаясь к вашему вопросу я хочу ответить почему я сфокусировала внимание на конкретном человеке потому что я увидела актуальность вопроса марина героиня моего фильма это прообраз людей которые заботятся своей репутацией и пекутся о своем авторитете у этих людей очень много достигнута в жизни и как говорится есть что терять внешне они все очень сильные успешные уверенные а в глубине души до дружи в коленках боятся что случайным образом раскроется их маленький секрет как говорят сами пациенты это такая черная метка смешно и грустно одновременно какими качествами должен обладать режиссер документального кино и почему вы этим занимаетесь я не знаю можно ли меня вообще так назвать я начинающий режиссер хотя этот факт не смущает тех кто верит мне и в меня но если говорить серьезно то гордо и звание режиссер чтобы его носить нужно не просто иметь профессиональный опыт нужен богатый жизненный опыт и этот процесс нельзя ускорить должно пройти время почему почему я занимаюсь этим для меня реализация подобных проектов это не просто создание кино ради кино это скорее использование кино как средство выражения для того чтобы выразить свое мнение и поделиться с окружающими ну я думаю что на сегодня достаточно теперь я хочу спросить вас вы пишите мне в разных социальных сетях может быть имеет смысл остановиться на какой-то одной площадке какая социальная сеть для вас более предпочтительно может быть мне вообще нужно создать колонку на своем официальном сайте для того чтобы нам легче было общаться я переживаю что могу не заметить какое-то личное сообщение а вы подумайте что я вас игнорирую в общем я жду ответа и большое спасибо за внимание